Какой-то момент, да, Ален, вот когда она сказала, ты про меня и Загирову ничего не знаете, она опять, вот именно что она написала Загировы, вот почему-то всегда меня бесит, когда кто-то говорит, мы-то с Агульфией друг другу говорим Загирова, а именно когда кто-то нас называет Загировой, да, почему-то мне так это неприятно становится, так прям, как будто нас вот не считает, ну короче, не знаю, как будто, не могу даже объяснить, нас отделяют от себя, от общества, от своего, например, да, и говорит Загирова, ну разделяет нас, отделяет нас от себя, принижает, отделяет от себя, да, как будто мы отдельной личностью становимся, мы не едины целы, отдельные личности, которые, ну, ну, которых бойкотируют, шпыняют, я вот это, как бы, выносила, когда говорили, вот опять эти Загировы, эти Загировы, вы, сестры, например, вот, и, ну, особенно Загировы, когда говорили, блядь, мы опять-таки, говорю, разделение нас вот как бы у Агульфией, просто разделяют, отделяют от себя. В первый момент вот это челкануло, короче, что она называла нас Загировами, что вот это, как бы, неуважение, что ли, вот это, почему я не разрешаю другим называть Загировой нас, почему я сама Агульфию называю Загировой, а другим я не хочу этого, чтобы меня кто-то называл Загировами. Так найдите плюсы, вы становитесь отдельными личностями, отдельная личность, это что? Это личность, это целое. Да, Аленка написала, вот, ваша фамилия, она как какой-то, как личный бренд Загировы, то есть уже знаешь, как вот звучит так, что как, понимаешь, как это уже воспринимается, ведь вы уже известные, вы известные, понимаешь, вас уже знают в определенных кругах, это так вот звучит, Загирова, это как, знаешь, как он, как говорят, например, про Пугачева, говорят же, Пугачева, понимаешь, мы же называем звезд фамилий, Вова, личный бренд, вы уже как звезды, Загировы, понимаешь, вот в чем кайф. У меня и наш, от чего выворачивает, не то, что, вот смотри, я тебе сказала, это Загирова, вот, например, или Гульфи, или ко мне обратились, это Загирова, а я это принимаю, да, но когда мне говорят, эти Загировы, меня прям выворачивает. Смотри, ну здесь получается, да, если как бы отдельное обращение, да, то, что вас объединяют, то, что вас объединяют в одно целое, вот что тебе не нравится, что не отдельно каждые обращаются, а что вас как бы объединили как одно целое, вот что тебе почему-то не нравится. Ирина, смотри, вот ты сейчас сказала, объединили в одно целое, да, вот это мне нравится, вот сейчас как бы чуть-чуть зашевелилось, мне как бы не нравится, когда нас говорят эти Загировы и отделяют нас от общества, вот это мне не нравится, что мы же себя позиционируем с обществом, но если так посудить, общества нету, нету вообще никого, и выходит, что эти Загировы, вот это вот, вот это действительно по-другому уже звучит, да, что мы действительно эти Загировы, ой, блядь, ну и не складывается, что-то вот шевельнулось и, короче. То есть, что стоит, какое желание за этим? Быть собой, быть уникальной, да? Ведь я тоже слышала, у близнецов такое есть, с одной стороны, как бы они всё время вместе их тянет, даже там одеваются одинаково, да? А с другой стороны, есть это желание разделиться, почувствовать себя отдельной личностью, уникальной. Да, нас пытали разделить там, в этом, в Черногории, сейчас вспоминаю, что мы до этого всегда пытались разделиться с Гульфи, то разделялись, то опять сходились, как бы друг без друга не могли и вместе не хотели быть, и да, это было. И нас мамка в детстве разделяла, она нас отдельно в классы отдала, в школе мы учились, в одной школе, но в раздельных классах мы учились, потому что мы всегда дрались с Гульфией, мы не могли разделиться. И мамка нас разделила. Мы слабые, а когда мы с Гульфией вместе, мы сила. Когда Гульфия куда-то идёт, она всегда говорит, пошли вместе, я одна не хочу. Когда мы вместе идём, мы чувствуем себя сильными. Ну смотри, как получается, это ты же создала такую мамку, она для чего-то вас делила. Значит, ты для чего-то хотела, чтобы тебя разделили, а дрались вы, потому что вы видели в друг друге зеркало и не принимали. Вы хотели разделиться, чтобы дать себе внимание, чтобы найти себя. Так, что ли, получается? Сейчас твоё сообщение прослушаю. Вот, вы хотели разделиться, ваше желание разделиться. Мир же вас делил, это ваше желание разделиться. Это подсказки, чтобы найти силу в себе, в каждой, чтобы ты нашла в себе, сестра нашла в себе, найти силу в самой себе и только потом эту уже силу объединить, чтобы сильно сами по себе найти эту силу в себе, а не в том, что вы вместе. Да, Иринка, представляешь, когда я всегда на кухню смотрела, мне не нравилось, что она делала. Я прям всегда бесилась. Блядь, а по сути-то ведь она моё зеркало была, представляешь? Слушай, Альфия, я поняла, вот оно ограничение. Ты считаешь, что вы силы только вместе? Вот оно, и ты этим себя ограничивал. Ты считал, что ты только с Гульфиёй сила, всё. Но ты сама по себе сила, понимаешь? Сила в тебе, в самой. Охренеть. Охренеть. Короче, вот оно, блядь. Охуеть, Ирина, сейчас мурашит это пиздец. Вот для чего у нас две машины, чтобы мы наконец-то начали осознавать, что мы каждый по отдельности. Сила, блядь, ебать. Меня так мурашит это пиздец. Как мы связали, мы связали себя, что только мы вдвоём сила. Что мы по отдельности слабые, блядь, пиздец, короче. Ирина, представляешь, мы же сегодня с Гульфиёй заявили волю, да? Заявили волю, что осознать, где ещё, какими ограничениями мы держим машину. Представляешь, мы же сегодня на речке были. Мы заявили. Охуеть, блядь. Смотри, блядь, меня опять сейчас муражит, да? Когда я сейчас на себя внимание направляю, мне ведь Загира нахуй не нужна, представляешь? Я ведь это делаю сама. Я сама. Мне никто не нужен вообще. И это выходит, что я сама себе силу даю, блядь. Вот таким образом. Мы связали, что только благодаря, блядь, что только вдвоём с Гульфиёй мы можем эту силу-то, блядь, чувствовать, получать, блядь. А мы же это чувство, силу можем вот так вот просто закрыть глаза, блядь, и быть одной. Ой, благодарю тебе, Винка, благодарю. И Аленку благодарю, и тебя, блядь. Вот всё-таки на самом деле забрали. И Галюню благодарю за это.